Решила показать во влоге покупки с фикс прайса, так как в принципе я там очень редко бываю в последнее время. Но иногда бывает захожу что-то именно целенаправленно купить, то что я видела там и мне периодически нужно. Вот так из разряда нужных вещей мне в принципе понравилась когда-то давно еще вот такая вот досточка для нарезки чего-либо. В общем наша старая уже такая невзрачная, непригодная, вот эту в принципе решила попробовать. Она такая не пластмассовая, пластиковая что ли, я не знаю как сказать. Она вроде бы и мягкая, она гнется, но она такая жестковатая. Пять плечиков, в общем они идут железные, у меня на данный момент пластмассовые и они немножко прогинаются, мне это не очень нравится. Так, еще взяла вот такие вот стаканы, это обычные стаканы для канцтоваров, я взяла один для кисточек своих и один для ручек канцелярских, в общем всяких принадлежностей, потому что у меня ничего нет и все стоит в каких-то обычных стаканах, это в общем не очень нравится. Еще приобретала вот такой вот чехол для очков, такой вот в виде машинки, ну не знаю, мне понравился, прикольный. Мне просто на самом деле был нужен чехол, я из всех, которые там представлены варианты, выбрала именно такой, потому что он довольно-таки вместительный. У меня большая разновидность очков и они очень разные по размеру бывают. Бывают выпуклые, к примеру, да, бывают вот такие вот тонкие, когда в сложенном состоянии, а бывают именно такие, более выпуклые. И поэтому этот чехол, он вмещает в себя любой вариант, даже мне кажется и две пары сюда какие-то войдут. Ну две я, конечно, не советую пихать, они поцарапаются между собой. Ну в общем такая неплохая вещь, прикольная, я именно такой вот летний вариант брала специально на лето. Еще вот такую вот тоже летнюю косметичку брала, к вот этому чехлу, можно так сказать. Мне не особо в принципе и нужна была косметичка, но косметичке всегда, можно сказать, найдется место, поэтому взяла расческу вот такую, пользовалась практически год старой версией. Ну в смысле как старой версией, своей старой расческой. Решила просто ее обновить. У меня, кстати, вот моя старая, видите, уже позагинались по бокам сами зубчики. Она такая немножко уже неприглядная. Это уже другой день и опять у меня покупки фикс прайс. Я их, наверное, включу в одно видео, не знаю точно, в общем, в один влог, наверное. Посмотрим, как получится. В общем, если вы увидите одни и те же практически покупки из фикс прайс в одном и том же видео, то, знаете, это было в принципе в разные дни. Как всегда, для дома у меня покупки купила нож с деревянной ручкой, потому что... Во-первых, почему в фикс прайсе? Потому что там дешевле и я им попользовалась и через какое-то время выбросила. Конечно, может быть, имеет смысл купить один хороший и долго им пользоваться. Но, честно вам скажу, мы до этого покупали один хороший, довольно-таки дорогой. И он нам не прослужил долго, поэтому я не знаю, сколько еще нужно на нож потратить. Мне кажется, это вообще такая вещь. Попользовалась и выбросила. Сейчас, в принципе, все так. Так же, как и носки и трусы. До этого я покупала также в фикс прайсе вот такие ножи. Очень хорошие, режет хорошо. Он у нас, кстати, уже давно. Но смотрите, что случилось с ручкой. На ней вот эта вот вещь, здесь, если она идет пластмассовая, да, то здесь она такая прорезиненная. И со временем она, короче, начала... Короче, на ней начал собираться жир. И этот жир не смыть. Он вот такими вот штуками сходит. Его не стереть. Я, в общем, драила его, не поверите, и железной губкой, и обычной мочалкой. Ничего не стирает вот эту вот штуку. Грязь, в общем. И мне это не нравится. Вот, как бы, да, такой вид. Как будто, я не знаю, я грязнуля. Я не мою посуду. Ну, в общем, такие ножи я вам в фикс прайсе вот именно не советую. Решила попробовать с деревянной ручкой. Посмотрим, как он будет долго жить или недолго. Еще также взяла... Я до этого брала, там, предыдущие покупки из фикс прайса. Увидите, я брала такую же... Что это у нас доска для нарезки всякой дребедения, в общем, фрукты, овощи, всякое такое. Мне она понравилась, кстати. Очень такая прикольная. Не знаю, как тоже долго прослужит или нет. Посмотрим. Еще взяла вот такие же вешалки, плечики. Те, которые я брала, мне также понравились. Они меня устраивают. Мне, в общем, не хватило их также, так как вещи мы докупаем какие-то, да, и все, их больше и больше становится. Поэтому купила дополнительные. Здесь их 5 штук. За 47 рублей, как бы, в принципе, считаю нормально. Да, еще взяла резинки вот такие, бесшовные. Я их обожаю. Долго их ходила, искала, потому что не во всех фикс прайсах они есть. Может быть, в некоторых просто я их и не заметила, потому что их обычно куда-нибудь поставят так, что особо и не видно. Также взяла вот такой вот спортивный топ. Он не особо спортивный, да, ну, такой вот обычный топ. Иногда просто, знаете, мне так неохота одевать бюстгальти. Это, ну, дискомфорт какой-то, я не знаю. Иногда давит это все. Даже дышать невозможно. В общем, как-то, я не знаю, у меня бывают такие моменты. Но вот взяла иногда вот такой вот одевать, потому что спортивный у меня есть, но я его не хочу занашивать именно на каждый день. Он у меня чисто так для спорта. Еще я взяла два сникерса, потому что они, в принципе, выходят по цене, так же, как и в обычных магазинах. Взяла не себе, а парню. Я ем вместо сладкого финики. Хотя, скажу честно, срываюсь, да, бывает. Но, надеюсь, в этот раз я не буду жрать этот сникерс. И еще чуть не забыла. У меня были, давно еще были покупки специально такие, канцелярские в основном, потому что у нас, как бы, много документов, да, и для этого специально я приобретала вот такие вот две папки. Вот такую. Взяла парню, себе зеленую. Она такая же, в принципе. В общем, чтобы у нас были такие отдельные папки, как бы, для него, для меня. В общем, чтобы мы не путали свои документы. Покупала блокнот. Мне понравился вот такой вот. Ну, обычный такой. Ничего примечательного. У меня мой просто ежедневник уже почти исписался. Вот буду ввести новый. И обложку взяла на документы, как бы, получила недавно документы, поэтому будет вот такая вот у меня обложка. Взяла вот такую вот нужную вещь. Еще, кстати, не пробовала, как она. USB-разъем. К нему можно подключать всякие разные, там, камеру, к примеру, да, там, какой-то флеш-носитель, телефон заряжать. В общем, еще один разъем USB, такой вот тонкий, который. Ну, тоже, в принципе, мобильное устройство. Вот для мобилки такой, даже старой, но киевской, по-моему. Я посчитала, в принципе, что это нужная такая вещь. Вот хочу показать вам это устройство, в принципе, как оно подключается к разъему USB. Вот заряд. Продолжая влог, еще хочу рассказать вам, в общем, показать. Недавние покупки, это обычные такие бытовые, в общем, домашние покупки. Покупала еду, но не стала ее показывать, так как, не знаю, интересно, неинтересно вам это. В общем, напишите. Купила постельное белье. Я, честно, не заморачиваюсь. Я покупала вот это постельное белье, которое сейчас вот на кровати. Покупала его тоже что-то в районе 400 рублей, дешевое, когда мы только приехали сюда, потому что мы не брали с собой вообще ничего. Это не знаю как. Хочу сейчас его постирать вот этим вот Ленор, который я взяла. Если меня смотрит кто-нибудь из Воронежа, я могу сказать, где я брала. Предыдущие, не помню, сколько миллилитров, ну, они маленькие, в общем, такие, тоже Леноровские, брала по 60 с чем-то рублей в магните. Вот этот же я взяла за 89 рублей, почти литр. У нас есть такой вот супермаркет Карусель. Вот в нем, короче, я брала. И там же взяла вот такие вот, вот такой набор. Это, в общем, две вилки, два ножа. Тоже говорила уже, что беру дешевые. Стоил он 50 рублей. Как бы две вилки никогда не помешают. Два ножа тем более. В общем, посмотрю, что за качество. И потом как-нибудь где-нибудь упомяну. Либо во влоге, либо в каком-нибудь видео. Девочки, у меня, короче, небольшая радость. Я только что получила посылку от Юлмарт. Заказывала камеру. Камеру заказывала для влогов. Кстати, вот это вот постельное. Так вот оно выглядит. Это у меня размер был евро. Я не знаю, чистый, не чистый. Написано чистый хлопок. Очень приятная такая ткань. Конечно, пододеяльник больше оказался. Но почему-то сама простынь оказалась чуть меньше. Меня, в принципе, устраивает. Подушки, правда, у нас одна большая. Как бы парень не любит на таких евро спать. У меня евро. И, в общем, я не знаю, у меня теперь дилемма. На его подушке осталась наволочка с прошлого комплекта. Потому что такая вот маленькая не налазит. Я еще хотела взять 70 на 70 наволочки. Ну, почему-то, не знаю, тормознула. Взяла, во-первых, евро. Пододеяльник больше, чем одеяло. Покажу сейчас вам, что я получила. Здесь гарантийник. Сейчас достану. Это знаменитая камера. Вот это Canon Legria. Доставили у них хорошо. За три дня буквально. Я в среду заказывала. Сегодня у нас суббота, 26 число. И вот я получила уже посылку. Ну, здесь вот всякие бумажки. Бумажки. Это чехол, если я не ошибаюсь. Это силиконовый чехол. Дальше идет штатив. Не знаю, понадобится он мне или нет. Так как я, в принципе, камеру убрала для влогов. И не собираюсь ее никуда так особо ставить. Так, здесь еще у нас шнурок. Кстати, хотела сказать по поводу комплектации. Вот на сайте именно у них комплектация такая. Там не указан вот этот шнур, не указан вот этот вот штатив. Нет вот этого чехла в перечислениях, ну, в самом перечне. И нет флешки. Я еще думала, мне придется покупать флешку отдельно. А флешки сейчас не очень дешево стоят. В 2000 как бы флешка стоит. Так, ну, здесь диски всякие установочные. Вот флешка идет на сколько тут? На 8. Как раз вот такая флешка стоит от полторы до двух тысяч. Так, USB кабель, всякие бумажки, книжки. Так, это, наверное, зарядное устройство. Какая-то батарея, наверное. Еще что-то. Ага, это сам зарядник. Это шнурок на руку. Так, и еще что у нас. И, в принципе, все. Дальше у нас идет уже камера. Вот так вот она, по-моему, открывается, да. Ну, в общем, прикольно. Я давно такую камеру хотела. Удобно, неудобно с моей камерой, которая у меня, вот, на которую я сейчас снимаю. Получается, у меня нет поворотного экрана, у меня она обычная, без сменных объективов, без ничего. В общем, я на нее всегда снимала и какие-то части влогов, и так, в общем, в основном видео я на нее снимаю. Поэтому мне неудобно было, потому что я не вижу, что я снимаю, что я фотографирую. сейчас попробую запустить и кусочек, наверное, даже вам показать, как сама камера снимает и вообще работает ли она или нет. В общем, в этом влоге увидите, работала она у меня или нет. Ну, вот, первые пробные кадры. В общем, держать ее удобно. Меня видно, как я смотрю. Субтитры сделал DimaTorzok